Дорогие друзья, всем здравствуйте! Хочу вам рассказать про очередной случай смачного такого плевка в лицо всем отцам, да и всем мужчинам. На этот раз отличился портал Госуслуги, на официальном телеграм-канале которого Госуслуги родителям был сегодня, вот мне прислал подписчик письмо, это 11 июля, получается, был опубликован опрос, который прямо стимулирует женщин подавать на мужчин в суд дополнительно. Давайте вам прочитаю этот опрос. Значит, Госуслуги для родителей, официальный подтвержденный телеграм-канал со звездочкой, 577 тысяч подписчиков. Итак, опрос. Кроме алиментов на содержание ребенка, можно взыскивать и дополнительные расходы, точка. Какие из этого перечня мамам удалось скомпенсировать через суд? Анонимный опрос. Ну и так, лечение психологического расстройства ребенка, расходы на съемную квартиру за двоих детей, отдых и лечение сезонных заболеваний, обучение в платной школе, занятия плаванием из-за плоскостопия, часть платежей по ипотеке на выделение долей детям, до выделения долей детям, мобильный телефон для контроля за ребенком, ортопедическую обувь, курсы, робототехники и очки. Голосовать. 897 вот таких вот смайликов, 627 вот таких вот и 103 сердечка, 104 800 глаз, то есть просмотров данного опроса. Ссылочку на сам опрос я оставлю, можете там посмотреть результаты. Это, конечно, ужасно. Я было подумал, что, может быть, это злоумышленники какие-то проникли на официальный телеграм-канал и создали такой антимужской, антиотцовский опрос, который подрывает, еще дополнительно подрывает институт семьи, стимулирует женщин разводиться, стимулирует женщин рушить семьи, оставлять детей без отцов, вбивает клин между детьми и отцами. И, конечно же, эти деньги, которые дополнительно будут получать наши прекрасные «богини» в кавычках, они будут тратиться на себя. Особенно вот мне понравился пункт про телефон. Да, вот iPhone последней модели она взяла в кредит для того, чтобы ребеночком он был. Ну, конечно же, а для чего же еще? Ну, не для себя же, в конце концов, за счет этого папы-то, да, который будет обязан по закону плюс к алиментам выплачивать еще и данный кредит или про квартиру, где она будет заниматься, ну, понятно, сами понимаете, чем, да? А это будет за счет вот папы, да, ребенок где-нибудь у бабушки в деревне, как это и бывает. Ужасно, ужасное отношение в первом и втором квартале, в первом полугодии, получая 2022 года, я смотрю статистику по Росстату, там уже во многих регионах, если в прошлом году там в одном или в двух регионах было более 100% разводов, то сейчас уже во многих регионах более 100% разводов. 95-92% это уже нормальные цифры, да, то есть вот прям вот рождаемость вообще ниже Плинтуса, миллион человек убыль населения в 22-м, в 21-м, прошу прощения, году, в 22-м году еще будет больше убыль населения. И тут госуслуги порят такую дичь вообще вот по моему оценочному суждению. У меня нет слов, кроме матерных, просто скотское отношение к отцам, к мужчинам и стимуляции опять разводов, опять, чтобы дети росли без отца. И здесь я хочу два момента сказать. Первое, для тех, кто хочет с этим всем бороться, есть семейный фронт, ссылочка есть в описании, подписывайтесь, у ребят есть серьезные успехи, они сейчас уже вошли в совет по правам ребенка, по правам семьи при Госдуме, то есть физически будут там присутствовать и общаться непосредственно с законодателями. Вот чуть больше, чем за год, такие успехи. И нужна ваша помощь, в первую очередь, ваше участие, политическая активность, писать обращения к депутатам, там есть все инструкции, есть удобный бот в Телеграме, ссылочка в описании. Это что касается тех, кто хочет как-то с этим бороться, противостоять вот этим вот тенденциям негативным против отцов, против мужчин. И для всех остальных мужчин я вам скажу следующее. Ребята, пока нету глубоких реформ в законодательстве, да, близко даже не надо подходить ни к ЗАГСу, ни к роддому. Ну, близко. Четыре, сейчас четыре существует вида алиментов. И дополнительные всякие еще расходы навесят. Вот так вот просто вообще. Будете всю жизнь потом платить. Ну, просто вот кричат, не надо размножаться. Просто вот кричат, не надо. Ну, действительно, ну, остается столько воздерживаться от этого всего размножения. И это никто не отменял. Ну, в презервативах все нормально, лучше с профи. Там выше шансы, что не будет последствий вот таких вот. Потому что, насмотревшись таких вот опросов, да, наголосовавшись, я не удивлюсь, что если скоро будет на госуслугах и на сайте прям реклама для женщин прям специально будет показывать, ты имеешь право вот на такие-то выплаты. Давай еще в суд подавай. Мало мужчин умирает. Надо больше сделать, чтобы мужчины умирали. Болели, чтобы они были несчастные. Еще подавай в суд. Ты че, давай. Конечно. А я сразу скажу, что я считаю, тем больше мужчина платит, тем меньше мужчина живет. И деньги эти не идут на детей. Эти деньги разворовываются нерадивыми мамашами, которые их тратят на себя. А на детей там вот чуть-чуть только достается. Вот так. Это мое личное оценочное суждение. Имею право на него. Не удивлюсь я этому. Поэтому, ребята, для тех, кто хочет быть политически активным, есть семейный фронт, ссылочка в описании. Для всех остальных не связывайтесь, ребят. Думайте головой, а не головкой. Берегите себя и будьте счастливы.